Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я Дмитрий Овчаренко. Смотрите сейчас. Учат в школе. В Бобруске состоялась августовская педагогическая конференция. Весь прошлый учебный год мы учились и работали по обновленным правилам. Какие уроки вынесли за год? Включи свет. ГАИ усилит контроль на дорогах. Инспекторы будут дежурить на наиболее напряженных участках улиц и дорог. За кем нужен глаз да глаз? Энергия жизни. В городе прошел молодежный велокарнавал. Он приурочен к Году мира и созидания. Как это было? А также санкционный вызов. Республиканский каравай. И длинная очередь. Более 700 легковых авто ожидает въезда в Евросоюз. Где самое большое скопление? Четкий мессендж. Президент провел совещание по работе лесного хозяйства. Александр Лукашенко потребовал усилить экономическую эффективность отрасли. С 2022-го, напомним, деревообрабатывающая сфера работает в условиях санкций. Поставки в Евросоюз, который ранее был основным покупателем, прекратились. При этом специалистам удалось быстро переориентироваться. И сейчас экспорт пиломатериалов превышает досанкционный объем. А главным рынком стал Китай. Нам нужен хозяин в лесу. Открытый, честный, принципиальный, который наведет там порядок. И там не будет не то, что какой-то коррупции, но и каких-то фактов мздоимства. Лес есть лес. Почти половина страны – это лес. Это наше достояние, данное нам Богом. И мы не просто сохранить должны его, но, как рачительное хозяева, к нему относиться. Вовремя изымать из леса спелый лес, перерабатывать, чтобы был результат в стране от этой работы. Деревообрабатывающие предприятия должны выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью и выходить на новые рынки сбыта. Такую задачу поставил глава государства. Требования к министру лесного хозяйства у президента принципиальные, чтобы спустя время не полетели щепки. Александр Лукашенко четко обозначил посыл. Лес – наш самый ценный возобновляемый ресурс. Осторожность спасает жизни. В Беларуси пройдет акция «Внимание, дети». С 25 августа по 5 сентября все транспортные средства в светлое время суток должны передвигаться с включенным ближним светом фар. За нарушение штраф до 111 рублей. Главная задача ГАИ – повысить уровень ответственности родителей и водителей. Сотрудники ДПС усилят контроль за соблюдением водителями скоростных режимов и правил безопасной перевозки несовершеннолетних, личным транспортом и маршрутными такси, а также организованных групп детей автобусами в нерегулярном сообщении и школьными автобусами. Кроме того, инспекторы будут дежурить на наиболее напряженных участках улиц и дорог вблизи школ. В День знаний сотрудники ГАИ посетят торжественные линейки, также запланированные тематические классные часы, конкурсы, викторины, кинолектории и спортивно-обучающие занятия. К слову, с начала года с участием детей в Бобруйске произошло 7 ДТП – 5 повинений несовершеннолетних. Экономический прогресс, временные перебои и обновленная стоимость. В стране изменятся тарифы на услуги почтовой связи. Когда и на сколько? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Все регионы Беларуси завершили теребление льна. На финишной прямой и посев озимого рапса. Уборочная кампания подходит к концу. Намолочено почти 7 миллионов тонн нового урожая. Солому собрали на 57% скошенных площадей. Хозяйства приступили к уборке картофеля. Урожайность – 321 центнер с гектара. В Беларуси продолжается ускорение экономического роста. По данным специалистов, увеличились как потребление домохозяйств, так и инвестиции. Розничный товарооборот вырос на 4,6% по итогам полугодия. Такой прогресс связан с существенным повышением реальных доходов населения. В первую очередь за счет заработной платы, а также бюджетного и кредитного стимулирования. В стране с 1 сентября будут изменены тарифы на услуги почтовой связи общего пользования. Увеличится стоимость пересылки простой карточки письма-бандероли весом до 20 грамм. Для физлиц цена станет выше на 8 копеек, для юрлиц ЕП на 6. Предыдущее повышение, напомним, было в апреле больше года назад. Более 720 легковых авто и 580 фур стоят в очереди на въезд в Евросоюз. Наибольшее количество транспорта перед польским пунктом пропуска Тересполь. Сопредельные контрольные службы оформили только 35% от нормы. Банковский процессинговый центр предупреждает о тех работах 25 августа с 12 до 2 ночи. В указанные промежутки времени возможны перерывы в обслуживании держателей карт при проведении операций в организациях торговли, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, курируемых банками, подключенными к программно-техническому комплексу. До 1 сентября осталось меньше недели. В Бобруске подвели итоги работы системы образования за прошлый учебный год и наметили планы на нынешний. Новшеств в этом году немало. Пилотный проект по питанию, например, и второй элемент школьной формы. На педсовет сходила и Ольга Васенда. Умники и умницы на августовской педагогической конференции подводят итоги работы за прошлый учебный год. Школу с серебряной и золотой медалью окончили 46 выпускников. В списке специального фонда президента более 20 стипендиатов. Наши учащиеся добились отличных результатов как на областных, так и международных олимпиадах. Весь прошлый учебный год мы учились и работали по обновленным правилам. Я с уверенностью могу сказать, что город Бобруйск успешно следует новой редакции кодекса. В мае проведены два обязательных централизованных экзамена, по результатам которых получено 25 стобальных сертификатов. 8 стобальных сертификатов получены учащимися нашего города по централизованному тестированию. На конференции обсуждают также и дальнейшую стратегию образовательного процесса. Новшеств в этом году немало. Республиканский пилотный проект по питанию, например, и второй элемент школьной формы. При этом не обходится и без благодарностей. Традиционно в зале Дворца искусств чествуют лучших педагогов. Мне очень приятно получить награду. Я считаю, что эта награда не только для меня, для всего моего коллектива. И я хочу пожелать всем педагогам нашего города терпения, благополучия, здоровья в первую очередь, всего самого хорошего. Детская научно-космическая лаборатория ДНК – проект отдела технического творчества. На занятиях ребята изучают основы астрофизики. Покоряет сердца мальчишек и авиамоделизм. На выставке августовской педагогической конференции молодые конструкторы представляют свои разработки. Одна из них – дирижабль. Говорят, летательный аппарат легче воздуха. Я спроектировала и построила этот дирижабль из моделей вертолета и воздушных шаров, наполненных гелием. Было довольно тяжело приклеить эти шары. И надо было их постоянно подкачивать. Надо было припаять моторчики и плату. 3D-графика, лего-конструкторы, робототехника. Современные технологии постоянно обновляются и внедряются в систему образования. Это позволяет сделать учебный процесс более интересным. Новые возможности для учащихся открывает и школа блогеров. Проект за 4 месяца стал очень популярным среди молодежи. Это определенная профориентация подростков нашего города. Ребята будут поступать в высшие учебные заведения и будут в дальнейшем связывать свою жизнь с журналистикой. Подготовка к новому учебному году в стране подходит к концу. До 1 сентября остается меньше недели. Особое внимание кадрам. На работу направлены более 5000 молодых педагогов. За парты сядут около миллиона учеников. Первый урок будет на тему «Беларусь и я. Диалог мира и созидания». Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Только вперед! В Бобруйске прошел молодежный велокарнавал. Около сотни любителей спортивного азарта приняли участие в велопробеге. Госсимволика, пестрые образы и украшенный транспорт, городской шоссейный, трюковой. Экологичный праздник прошел во второй раз. Организаторы – БРСМ и пионерия. Он приурочен к Году мира и созидания. Здесь у нас участвуют и предприятия, и школы, и учебные заведения, города различные. Рабочие люди и рабочая молодежь предприятий всегда участвуют в подобных мероприятиях. Для развлечения, для разнообразия в жизни. Ну и вообще, это же прекрасно – провести время в целенаправленной компании, которая заряжена одним общим делом. Мне нравятся такие мероприятия, потому что много людей, много приветствуют, оптимистично относятся к тебе. Велоколонна проследовала по уже традиционному маршруту. Дорогу байкам вежливо предоставили на Минской и Карбышево. Финиш у Бавруйск-арены. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова